Вопросительное местоимение МИКЕ Доброго времени суток! В этом видео я расскажу про вопросительное слово МИКЕ и особенности его перевода на русский язык в разных ситуациях. Дело в том, что слово МИКЕ изменяется по падежам и согласуется с другими словами, и в зависимости от его связи с другими словами оно будет переводиться на русский язык по-разному. Само по себе МИКЕ переводится как ЧТО. Что это? Используется оно с глаголом ОЛЛА – быть. С другими глаголами МИКЕ надо ставить в партитив. Получается МИТА. Что ты ищешь? Посмотрим теперь другой пример. МИКЕ СИНУ НИМЕЗИ ОН Дословно «Как ТВОЁ ИМЯ?» В этом вопросе тоже есть глагол ОЛЛА, поэтому используем МИКЕ. МИКЕ относится к имени, то есть уже не стоит отдельно. Перевод, как видите, сильно поменялся. Теперь возьмем МИТА. На каком языке ты говоришь? Да, этот вопрос невозможно перевести на русский язык дословно. В финском после глагола ПУХУА говорить название языка ставится в партитив. В вопросе слова МИТА КИЯЛТА соответственно стоят в партитиве. Возьмем еще пару примеров с МИТА. МИТА МИТА МИЛТА ОЛЕТ ПЕКАН УУДЕСТА АУТОСТА? Какова мнения ты о новой машине Пекки? МИТА АЯТТЕЛЕТ СИИТЕ? Что ты о ней думаешь? МИТА МИЛТА ОЛЕТ? Это устойчивое выражение. Каково ты мнения? Хоть здесь и глагол ОЛЛА, вопрос все равно в партитиве. Во второй фразе глагол ДУМАТЬ АЯТЕЛЛА часто используется с партитивом. Когда вопросительное слово МИТА идет в паре с МИЛТА, то на русский переводится словом КАКОЙ. В отдельности же переводится как ЧТО. Едем дальше. На очереди слово МИТА в падеже иниссиве. То есть МИССА. Да-да, это тоже самое слово. В отдельности переводится ГДЕ. МИССА СИНА ОЛИТ? Где ты был? МИССА КЯВИТ ВИИМЕКСИ ЛОМАЛЛА? Где ты побывал в последний раз в отпуске? А вот в сочетании с другим словом будет переводиться уже словом КАКОЙ. МИССА КАУПАССА СИНА КЯВИТ? В каком магазине ты побывал? МИССА HOTELLИССА ЙОВЫИТ? В какой гостинице ты ночевал? Обратите внимание, существительное после МИССА идет в том же падеже иниссиве. Слово МИКА мы можем поставить и в падеже ЛАТИВ. Тогда получится МИСТА. Это вопросительное слово можно перевести в частности как ОТКУДА. Откуда ты пришел? В сочетании с другим словом, то есть когда мы задаем более детальный и конкретный вопрос, МИСТА переводится как КАКОЙ. МИСТА КАУПАСТА СИНА ТУЛИТ? Из какого магазина ты пришел? Теперь поставим МИКА в падеже и ЛАТИВ и у нас получится слово МИХИН. КУДА? МИХИН СИНА МЕНЕТ? КУДА ты идешь? В более конкретном вопросе в сочетании с другим словом, МИХИН переведем уже как КАКОЙ. МИХИН КАУППАН СИНА МЕНЕТ? В КАКОЙ МАГАЗИН ТУ ИДЩ? Для примера возьмем еще падеж адессив, слово МИЛЛА. В отдельности может переводиться в частности как НАЧОМ. МИЛЛЯ ПАСЕТ КЕСКУСТАН? НАЧОМ ТЫ ДОБЕРЕШСЯ В ЦЕНТР? Мы можем спросить более конкретно. МИЛЛЯ БУССИЛЛА ПАСЕТ КЕСКУСТАН? НА КАКОМ АВТОБУСЕ ТЫ ДОБЕРЕШСЯ В ЦЕНТР? В этом случае переводим МИЛЛА словом КАКОЙ. И в этих примерах нужно обратить внимание на то, что в общих вопросах вопросительные слова МИХИН и МИЛЛА самостоятельные. В конкретных вопросах МИХИН и МИЛЛА согласуются со следующим словом и стоят с ним в одинаковом падеже. А теперь сводная табличка уже рассмотренных общих и конкретных вопросов с переводом. В описании к видео есть ссылка на страничку, где приведены и другие примеры. Заходите. А мы с вами сейчас рассмотрим еще четыре примера со словом ДЕНЬ и разными вопросительными словами. Все это разные вопросы про ДЕНЬ. МИКЯ ПЯИВЯ ТÄНАН ОН? КАКОЙ СЕВОДНЯ ДЕНЬ? МИНЯ ПЯИВЯ НА КЯВИТ КАУПАССА. В КАКОЙ ДЕНЬ ТЫ ХОДИЛ В МАГАЗИН? МИЛЛЕ ПЯИВИЛЕ ВАРАСИТ ХОТЕЛИН? НА КАКИИ ДНИ ТЫ ЗАБРОНИРОВАЛ ГАСТИНИЦУ? МИКСИ ПЯИВЯКСИ СЕ КОКОУС СОВИТТИН? НА КАКОЙ ДЕНЬ НАЗНАЧИЛИ ТО СОБРАНИЕ? Во всех этих примерах слово МИКЯ в разных падежах переводится словом КАКОЙ. Думаю, на этот раз хватит. Потренируемся задавать вопросы в другом видео. НАХДАН ДОС! НАХДАН ДОС!